Тверский суд Игорь Пушкарёв Адвокат Дмитрий Тугушин в своем выступлении подчеркнул. Мы однозначно считаем, что приговор, который был вынесен Тверским судом, незаконен. Пушкарёв обвиняется, по сути дела, в даче взятки самому себе, но это очевидно является юридическим нонсенсом. И обвинения и защита настаивают на том, что Пушкарёв, занимая должность мэра, одновременно занимался руководством группой компании «Восток Цемент», снабжавшей строительными материалами практически весь Приморский край. Обвинение, по сути дела, говорит, что те денежные средства, которые Пушкарёв получал от управления собственной компанией, он получал в виде взятки. Это не согласуется ни с какими нормами закона. Невозможно получать взятку у самого себя. Мы уверены, что Мосгорсуд сможет разобраться во всех тонкостях дела и примет справедливое решение. Напомним, 9 апреля Тверской район и суд Москвы приговорил Игоря Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее возглавлявший группу компании «Восток Цемент» Андрей Пушкарёв осужден на 8 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет и штрафом в 500 миллионов рублей. Владивостокцы в своей массе считают приговор чрезмерно жестоким. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Исаак Лансман вспоминает, как работала команда Пушкарёва и надеется на справедливое решение суда. Он не забывал и ветерану. На всех мероприятиях, праздниках он старался. И он проводил всё время беседы с ними, спрашивал их, какие у них есть предложения для улучшения жизни в нашем городе. Выслушивал и выполнял. Мнение ветеранов на процесс озвучил и председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко. И суд, конечно, был очень шёстким. Начиная с того, что когда его арестовали и топировали в Москву, мы все видели, как его загнули с Салатского, по-разному говоря. Явно неправомерно и несоизмерно. Как какого-то закоренелого бандита вели. Общественность Владивостока единодушно. Дело Пушкарёва тревожит несостыковками. Процесс, благодаря позиции самого обвиняемого, был максимально прозрачным. И поэтому люди анализируют и не скрывают своего мнения. Комментирует бизнес-омбудсмен Приморского края Марина Шемилина. У нас были с Игорем Сергеевичем и споры. Я не отрицаю это, потому что последние пять лет я занимаю должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморском крае. И на этой должности всегда есть претензии к главам. В том числе и были споры и с Игорем Сергеевичем. Мы всегда находили конструктив, который был направлен именно на защиту прав предпринимателей. Здесь можно привести примеры сохранения рынка на БАМе. И все-таки мы решили вопрос. И на сегодня достроен и работает детский центр «Чайка». Все эти вопросы невозможно было решить без позиции главы. И, конечно, на мой взгляд, кажется, что такое лишение на 15 лет от отстранения от активной жизни такого активного человека, который может принести пользу именно на свободе, мне кажется, что это не совсем правильно. Президент общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем Моисеенко надеется, что Игорь Пушкарев будет отпущен из зала суда. Игорь Сергеевич поддерживает всегда социально незащищенные категории населения. По крайней мере, когда он был главой, он очень много делал для нашей организации. Непосредственно это транспорт с подъемниками у нас благодаря его поддержке стал работать. Причем транспорт возил людей в любое время, независимо, так сказать, выходное ли это, или вечернее время, или рано утром. Поэтому такой службы, как у нас в Владивостоке, больше не было и нет на сегодняшний день ни в одном городе. Как общественник, как депутат в прошлом города Владивостока, я считаю, что польза была очень большая от его присутствия на этом месте, как главы города. И считаю, что, конечно, срок этот, который ему назначен, он совершенно не обоснован. И не вижу я смысла, он не какой-то преступник, которого бы можно было, так сказать, заключить под стражу, тем более на такой срок. То есть даже, по сути, нет, я читал информацию, которая выходила и в социальных сетях, и в других средствах массовой информации. Я считаю, что доказательств его вины нет. 27 сентября на личной странице в социальной сети Facebook экс-глава Владивостока сообщил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Защитники Пушкарева уверены, переоценка деяния должна снизить срок заключения под стражей, а, возможно, и отменить решение суда первой инстанции, вплоть до полной реабилитации Пушкарева и признания его незаконно задержанным. Итог узнаем скоро. 4 октября в суде завершат сопрения, а подсудимые выступят с последним словом, после чего апелляционная коллегия вынесет решение. Реа Владнюс будет вести текстовую онлайн-трансляцию из зала суда и размещать на своей странице в сети. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.